Здравствуйте, товарищи! Столичный климат пока что не преподносит нам сюрпризов. Прогноз стабильный. Температура воздуха продолжает держаться на отметках предыдущей недели. Не исключены осадки. Снег или дождь со снегом. Температура воды в Москве-реке достигнет отметки 4-5 градусов выше нуля. Мокро. Погодное бюро «Музыкальный гидроскоп» не советует нырять в воду, однако разглядеть в ней свое отражение рекомендует. Ее имя не нуждается в представлении. Мы и так о ней знаем практически все. Практически. Во времена Союза, кажется, именно Алла Пугачева была центром советской эстрады. Тиражи ее официальных альбомов достигали сотни тысяч экземпляров, а сама артистка постоянно мелькала по телевизору и в кино. Лети, лети за облака, меня с тобой зови, зови, зови. Если посмотрим на дискографию Пугачевой под широким углом, мы обнаружим вот такую пластинку. Неофициальный миньон из серии «По вашим письмам». На нем запрятаны две не самые очевидные композиции певицы, ставшие частью музыкального фильма «Сезон чудес». Картина вышла в прокат в 1985 году. И если выражаться современным языком, повествует о художнике-дауншифтере. Молодой человек покидает суетливый город в поисках вдохновения, а по итогу оказывается в эпицентре сказочных и необъяснимых событий. Против домовых замки бессильны. Ну, пожьем, увидим. Домовые сквозь стены проходят. В чудеса, девушка, я уже давно не верю. Не берусь судить о временах 30-летней давности, но кажется, сейчас подобное кино современного зрителя вряд ли удивит. Неоспоримо другое. Сезон чудес интересен за счет музыкальных клипов с участием звезд советской сцены. В конце концов, композиторское чутье Юрия Чернавского украсило непримечательный телемюзикл целым букетом романтичных хитов. Было все и ничего нету. Мы нигде, нигде, нигде. А земля, деревья и небо. И наши лица лишь отражение в воде.